Цель рейда по местам продажи так называемых дикоросов – это определение карантинных растений и сохранение краснокнижных видов. В состав контрольных групп войдут и члены городского экологического совета. На очередном его заседании также рассказали, что в городе продолжается работа по инвентаризации зеленых насаждений и замене заборов на живые изгороди. Рассчитана эта программа на несколько ближайших лет, ведь ее реализация зависит от скорости роста кустарников и деревьев, которые будут служить изгородью. Также на совещании обсудили реализацию в Сочи проекта «Умный город». Современные технологии должны прийти во все сферы жизни курорта. В том числе помогут бороться с незаконными канализационными сбросами. Мы попросили, чтобы мы внедрили на этих выпусках, а выпуски, понятно, это ливневки, на этих выпусках будут стоять клапана с умными индикаторами. И если вдруг будет индикатор видеть, что это не стандартная вода, которая должна в ливневке быть, то она закроет этот клапан. Также члены Сочинского экосовета рассказали, что готовы включиться в работу по сохранению историко-культурных объектов, архитектурных и археологических памятников. Краснодар за это отвечает, естественно, регион, но ресурсы у Краснодара тоже граничные. То есть 6-8 тысяч памятников контролировать они не могут ежегодно. Поэтому надо отработать механизм, как на уровне муниципалитета. Мы будем помогать.